Музыка Лично я практически никогда не пользуюсь, из детства не пользовалась ни шампунем, ни мылом. Я пыталась как-то там мукой и чем-то только голову не намазывала, чтобы помыть. Я просто чувствую, что всё, что производится на заводах, вот даже если это трактуется как биопродукция, это просто яд, потому что я могу ещё видеть то, что стоит за продуктом. И мы попросили Петю сначала, может, так, просто в дружеской беседе, Петя, сделай нам что-нибудь, чтобы мы могли это употреблять, и чтобы у нас проблемы исчезали с кожей, с волосами, с губами, не обветривались, чтобы... И Петя потихонечку стал делать пробные серии косметики. И вот я попросила его рассказать для всех, потому что запишем, сделаем фотографии, потому что это стоит уже у нас в магазине, и люди часто спрашивают. Легче это записать в лекции и задать сразу же Петру вопрос, и какой состав, и из чего состоит. По себе могу сказать, что всю косметику, которую делает Пётр, первая её тестирую я всегда, и смотрю, что происходит только после этого. Можно говорить, Пётр, всё в порядке, давай на девочках посмотрим, и на мальчиках. Дальше уже, на другом круге, когда я убедилась, что это не отравляющее вещество, и знаю состав, и попробовала на себе. Вот, например, я пользуюсь его шампунем уже несколько месяцев, у меня практически перестали выпадать волосы. То есть сейчас, когда я расчесываюсь, у меня на расческе остаётся одна волосинка, раньше оставалось там 20-30. И сейчас, чтобы выдернуть волосы с головы, нужно уже усилия приложить. То есть раньше я всегда аккуратно расчесывала, потому что любое резкое движение выдирало эти волосы. А сейчас я уже расчесываюсь достаточно интенсивно, и расческа у меня чистая. То есть для меня это потрясение, потому что я вообще не знала, что такого может быть. И когда спросила Петра о составе, вот он предложил рассказать это сразу всем, потому что 24 человека подходят к нему и спрашивают о составе. Я думаю, всем это будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok